здравствуйте мои уважаемые зрители на дворе у нас 26 марта и сегодня в первом моем выпуске я хочу подвести итоги первых 30 дней войны я не стал этого делать по ровно календарному месяцу потому что февраль у нас месяц особенный он очень короткий вот 30 дней прошло и сегодня сейчас действительно очень многие уже подвели итоги конечно каждый сделал свои выводы попробую сделать их и я ну и начнем безусловно с военной оценки событий что произошло то есть какие перспективы и что дальше каким образом может развиваться ситуация за месяц боев российские войска вклинились довольно глубоко на территории украины принципе сегодня уже киев находится в блокаде харьков находится в блокаде юг украины в том числе и часть правобережья в том числе николаевская херсонская область заняты российскими войсками российская армия на поступок запорожью а мариуполь заканчивают зачищать а донецкая группировка до сих пор находится под угрозой уничтожения причем то что она до сих пор еще не уничтожен но в целом можно безусловно поставить плюс киеву но на самом деле не все так однозначно дело в том что на протяжении последние 2 недель для того чтобы эта группировка не была окружена западной центральной украины с юга была переброшена значительная часть кадровых бригад вооруженных сил украины которые смогли на протяжении например пара недель сдерживать наступление российской армии в харьков области огромное количество техники было уничтожено и по итогу первого месяца боем потери бронетехники в артиллерии украины просто ужасно мы не говорим о военно-воздушной составляющей там было все понятно изначально военно-морской там тоже все было понятно изначально но по тяжелой технике по танкам артиллерийским орудием rczo потери колоссальны танков больше половины артиллерии ствольный больше половины rczo более четверти и это мы говорим только о потерях в боях а ведь значительная часть техники, она же ведь до поля боя не доехала, она осталась в парках, она не рабочая. А еще значительная часть техники находится на Донбасском фронте и в любом случае она оттуда уже не уедет. И надо понимать, что дальнейшее резкое уменьшение насыщенности тяжелыми вооружениями вооруженных сил Украины будет только нарастать, потому что новой техники им никто не даст и не дает, а танкоремонтные заводы в основном уничтожены. Да и по большому счету от них небольшая была бы польза, потому что обычно поля сражений остаются за российской армией и вся подбитая техника становится трофеями российской армии. Ну, чтобы вы понимали, почему это так важно. Наглядный пример Курская битва, да, то есть когда началась и Советский Союз, и Германия собрали там огромное количество танков. Танковые сражения вооружения Курской дуги были грандиозными, до сих пор это еще не превзойдено ни в одном военном конфликте. Сотни танков ежедневно выходили из строя, но в основном они были подбиты. И за кем оставалось поле боя, тот в конечном итоге и побеждал. Например, на поле боя под Прохоровкой количество подбитых, уничтоженных советских танков было в разы больше, чем немецких. Но поле боя осталось за советской армией и поэтому большинство танков потом было введено в струю. А вот немцы этого сделать не могли. Даже те танки, которые не могли эвакуировать, например, в район Харькова, они потом были захвачены советскими войсками и больше не воевали. И уже та группировка, которая дальше наступала на Днепр, уже через несколько недель имела в своем составе почти такое же количество танков, как перед началом боев. А немецкие танковые войска в Курском сражении были по сути разгромлены и больше никогда не достигали той мощи, как летом 1943 года. И вот подобная же ситуация только в миниатюре сегодня создается на Украине. Та тяжелая техника, которая была, с которой начали войну украинские вооруженные силы, во многом уже выбита. И вернуть ее обратно в строй нет никакой возможности. А новой техники ВСУ уже не получат. Именно по этой причине боеспособность ВСУ будет стремительно уменьшаться. Несмотря на то, что благодаря мобилизации численный состав ВСУ в целом даже не упал, а несколько даже вырос. Дело в том, что последняя мобилизационная волна, а провели уже за истекшие месяцы на Украине две мобилизационные волны. Сначала призвали резервистов в первой очереди, потом призвали резервистов второй очереди, которые имеют боевой опыт, хотя бы когда-то раз были в зоне АТО. Вот все эти люди сегодня, ну кого конечно поймали, многие кстати не явились, многие не могут явиться, многие не хотят, многие сбежали. Тем не менее, кого смогли поймать, все они уже под ружьем. Причем последние данные говорят о том, что и ружей как таковых уже не хватает. Например, в Одессе новым сформированным батальоном, который формировали части резервистов второй очереди, выдавали уже автоматы Калашникова производства 60-х годов. А пулеметов катастрофически не хватает и эти части вооружаются даже пулеметами системы Максим, произведенный в 1940-х годах. Именно по этой причине сегодня официальный Киев так просит, буквально умаляет, кричит на Запад, что говорит, дайте нам хоть какое-то вооружение. Мы не можем дальше воевать, потому что даже если мы кого-то призовем, нам просто нечем банально их будет вооружать. Причем с учетом той позиции, которую занял Запад, а она уже понятна, никакого тяжелого вооружения на Украину поставляться не будет. Будут поставятся только легкие системы вооружений, в первую очередь предназначенные для партизанской войны. А отсюда, как и раньше, можно смело говорить о том, что в военном отношении Украина уже потерпела поражение и обязательно будет разгромлена, причем довольно быстро. Причем то, что значительная часть боеспособных частей вместо того, чтобы организовывать линию обороны на правобережной Украине, перебрасывается на левобережье и там сжигается в боях, сегодня, естественно, затрудняет продвижение российских вооруженных сил, но завтра это будет играть уже на их стороне, потому что таких войск у Украины больше никогда не будет. Между тем, за первый мезус боев российская армия уже научилась воевать. Дело в том, что эта армия в основном была не обстрелянной. Боевого опыта у многих солдат не было. Ну и первая неделя боев показала, что в первую очередь в связи с этим, а также в связи с быстрым продвижением вперед, российская армия несла довольно большие потери. За первую неделю боев было потеряно убитыми около 500 российских военнослужащих. По итогу уже четырех недель боев эти потери составили менее 1400 человек. То есть мы видим, что в среднем потери, несмотря на ожесточенность боев уменьшились и уменьшились заметно. То есть в среднем за вторую, третью, четвертую неделю российские войска теряли убитыми примерно 300 человек. Ну и это даже видно невооруженным глазом, потому что последние несколько недель вот этих отчетов со стороны ВСУ о том, что та или иная колонна российских вооруженных сил где-то сожжена и понесла большие потери, по сути они уже исчезли. Хотя первую неделю боев было довольно-таки много. То есть можно прийти к однозначному выводу, что российская армия за первый месяц а научилась воевать б научилась воевать с меньшим количеством потерь. Причем в это же время именно потери ВСУ заметно выросли. И в первую очередь именно потому, что последние несколько недель российские вооруженные силы воюют высокоточным оружием, причем бесконтактно, нанося ущерб военной инфраструктуре и военным частям Украины, расположенным в тылу, а не на поле боя. И это за последние несколько недель уже пагубно сказалось на боевой устойчивости украинских военных, которые к концу первого месяца начали гораздо чаще сдаваться в плен, понимая абсолютную бесперспективность, имея в виду военную бесперспективность той войны, которую украинское правительство предлагает вести до последнего солдата. Причем эти же самые факторы решили украинские вооруженные сил еще одного способа комплектования, это иностранные наемники. За последнее время, за последнюю неделю этот поток полностью иссяк, в первую очередь потому, что был нанесен удар высокоточным оружием по Яваровскому полигону, а также по некоторым другим военным объектам Украины, где были сосредоточены иностранные военные наемники. То есть подчеркиваю, в военном отношении компания для российских вооруженных сил развиваются более чем успешно, а вот украинские вооруженные силы стоят на грани катастрофы. Причем катастрофы не только в военном плане, а еще в плане психологическом, о чем мы с вами поговорим в следующей части завтра утром. Потому что психологическая составляющая поражение, она для ВСУ, наверное, даже более пагубна, чем чисто военная. И там же во второй части я постараюсь вам ответить на вопрос, почему быстрое продвижение вооруженной силы Российской Федерации вглубь Украины на сегодняшний момент гораздо менее приоритетная задача, чем все остальное. На этом по этой теме пока все. Следующий выпуск традиционно будет посвящен сводкам с линии фронта. До свидания.